Захоронение императора внутри отгородили забором. За ним и идут крайне сложные работы. Сначала вскрыли кирпичную кладку склепа. Сам гроб находится внутри медного саркофага. Поскольку русская православная церковь обратилась в правительство с просьбой провести дополнительные исследования, эти дополнительные исследования проводятся. Будет дополнительная генетическая экспертиза. Важно уточнить, что именно по настоянию церкви возобновлено уголовное дело с расследованием обстоятельств гибели семьи Романовых. Генетики и исследователи должны выяснить, действительно ли 8 лет назад под Екатеринбургом были найдены останки младших Романовых, цесаревича Алексея и Великой Книжны Марии. Для этого сначала эксперты взяли образцы костных тканей императорской четы Николая II и Александра Федоровны. Результаты исследования уже объявлены. Генетическая экспертиза подтвердила подлинность останков. Деда, цесаревича Алексея, императора Александра III, решили эксгумировать, чтобы уж точно полностью исключить вероятность ошибки. У нас еще в запасе есть интересное исследование. Это исследование крови императора Александра II. Александр II – это дед Николая II. И он в 1891 году погиб во время взрыва, который устроил народоволец Гриневецкий. На мундире императора, на других предметах его одежды и на сапоге осталась его кровь. И мы очень надеемся, что исследование этой крови – это еще один такой вот кирпичик во всю эту историю. Такие сложные и длительные работы сегодня закончились успешно. Эксперты обнаружили, что могила императора никогда не вскрывалась. Им удалось взять образцы тканей императора. И теперь они будут отправлены в Москву для тщательной генетической экспертизы. Если анализ ДНК Александра III и останков, найденных под Екатеринбургом, совпадут, то, возможно, и, скорее всего, наиболее вероятно, Цезаревич Алексей и Княжна Мария наконец-то будут захоронены в Петропавловском соборе уже в начале следующего года. Павел Кутаренко, Антон Ратников, телеканал «Звезда», Санкт-Петербург. Продолжение следует...